Журнал Forbes выпустил необычный рейтинг. В него попали самые убыточные компании России. На первом месте Газпром, в первой пятерке Озон, ВКонтакте, Объединенная авиастроительная корпорация и Амурский газохимический комплекс. Объединяет все эти компании то, что в целом их ситуацию можно описать как довоевались. Эти бизнесы, теперь самые убыточные, ранее были не просто прибыльными, а лидерами своих отраслей. И продолжали бы расти далее, если бы Путин не развязал войну. Но он сделал это. И теперь Газпрому, Озону и другим мегакорпорациям остается разве что считать убытки. Эти гиганты российской экономики, казалось бы, были обречены на процветание, если бы не война. Журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг самых убыточных компаний России за 2023 год. А там вчерашние национальные чемпионы, которые хвастались миллиардными прибылями или перспективами. И лидер антирейтинга – Газпром. Еще недавно компания гордо именовала себя национальным достоянием. А теперь впору назваться национальным позором. Убыток за 2023 год – почти 600 миллиардов рублей. Газпром ушел с европейского рынка. Своего фактически единственного экспортного рынка, куда он экспортировал в среднем 155 миллиардов кубометров газа в год. Причем не по своей воле, а по прямому указанию из Кремля. Путинские стратеги решили, что могут заморозить Европу и заставить ее отказаться от поддержки Украины. Но что-то пошло не так. Ничего этого не получилось. И фактически российский президент наказал таким образом и Газпром, и российский бюджет. И теперь вместо сверхдоходов – сверхубытки. А ведь Газпром был одним из крупнейших доноров бюджета. Но может быть есть надежда на распиаренный поворот на восток? Если вдруг китайцы согласятся на силу Сибири 2, это будет еще 50 миллиардов кубометров. Но это опять не 155. То есть когда Путин убирал Газпром из Европы, он не имел никакой альтернативы. А если даже китайцы согласятся на строительство газопровода, то времени на это потребуется от 10 до 12 лет. И не 155, опять же, а 50 миллиардов кубометров в год. А ведь Китай, мягко говоря, не спешит бросаться на помощь. Зато спешит выбивать себе огромные скидки на газ. Газпром, по сути дела, во что он превратился? Он вместо масштабного донора бюджета, он превратился в обузу на шее, как примерно была угольная отрасль в позднем Советском Союзе. На непочетном втором месте – Амурский газохимический комплекс. Это гордость компании Сибур, нефтехимического гиганта России. Проект реализуется совместно с китайской корпорацией Синопек. Она имеет 40% акций. Планировалось, что комплекс станет одним из крупнейших в мире производителей полиэтилена и полипропилена, ориентированным на быстрорастущие и богатые рынки Китая и всей Юго-Восточной Азии. Амурский ГХК станет одним из крупнейших и самых технологичных нефтегазохимических предприятий мира, продукция которого – полиэтилен и полипропилен – найдет свое применение во многих отраслях промышленности. Но начались огромные проблемы из-за санкций. Западные компании отказались поставлять оборудование. По итогу, хоть изначально запуск комплекса планировался на 2024 год, теперь же его отложили до 2027-го. При этом китайские партнеры не по-партнерски скинули основное финансирование на плечи именно россиян. Так что убытки уже составляют почти 72 миллиарда рублей. На третьем месте парада убытков – огромный интернет-маркетплейс «Озон». Казалось бы, как так? Ведь рынок онлайн-торговли в России сильно растет. Но не все так просто. В 23-м чистый убыток компании составил почти 43 миллиарда рублей. Но опять-таки эти цифры мы уже и так давно знаем из отчетов эмитента. Минус почти 43 миллиарда рублей. «Озон» тратит огромные деньги на расширение, на строительство складов, на рекламу. Но эти вложения не окупаются, особенно в условиях падения реальных доходов населения. Хотя многие конкуренты «Озон» – западные компании вроде «Амазон» – из России ушли. Казалось бы, бери рынок голыми руками. Но нет, даже в тепличных условиях из-за общего падения экономики умудряются генерировать убытки. Четвертое место в антирейтинге занимает Объединенная авиастроительная корпорация. Этот гигант занимается и разработкой, и производством, и обслуживанием гражданских, еще и военных самолетов. Казалось бы, в условиях мнимого импортозамещения и растущих трат на войну корпорация должна была бы процветать. Но она в минусе почти на 35 миллиардов рублей. Хотя получает огромные государственные заказы. Но проблема в том, что выполнять эти заказы компания уже не в состоянии. Неудивительно, ведь санкции перекрыли доступ к современным технологиям и комплектующим. В итоге мнимое возрождение российского авиапрома обернулось очередной черной дырой для бюджета. И замыкает позорную пятерку большой холдинг ВК, бывший Майл.ру.групп. Минимум два года назад, а скорее много раньше, холдингу ВК под командованием сына замглавы администрации президента Владимира Кириенко была поставлена важная задача. Формулировалась она примерно так. Увести с Ютуба столько аудитории, чтобы можно было политически безопасно его заблокировать. Два года кидались понты, показывались красочные презентации. Из администрации президента раздавались обещания сделать ВК полноценной заменой Ютубу. Сегодня вполне однозначно можно сказать только одно. ВК ни на шаг не приблизился к поставленной цели. Зато получили убыток 34 миллиарда рублей, несмотря на выдавливание властями конкурентов с рынка и заливание государственными деньгами. Она упустила шанс стать главным мессенджером и главной платформой для самопубликации и дискуссии. Это место занял Телеграм. Она напрочь проиграла в деле развлечения публики ТикТоку и Инстаграму, так и не приблизилась к ним по качеству. Несмотря даже на блокировку Инсты и запреты ТикТока постить вообще видосы из России. Люди предпочитают искать обходные пути, чтобы пользоваться западными соцсетями. А ведь много миллиардов было потрачено на раскрутку ВКонтакте и его проектов как альтернативы именно западным сервисам. Можно, конечно, выстроить свои механики так, чтобы запихивать новые шоу в каждую ленту и получать по миллиону просмотров на каждом ролике с новостями Лебедева. Но вот только на этот миллион просмотров будет по 7 тысяч лайков и по 400 комментариев. В ютубе такие показатели у роликов с просмотрами в районе сотни тысяч, даже поменьше. 400 комментариев все еще плохо даже для 100 тысяч просмотров. Но, по крайней мере, такое хотя бы в теории может быть. Когда под часовым роликом топового автора площадки набирается 400 комментариев, это значит, что топовый автор вещает в пустоту, обращаясь к вымышленным зрителям. Подведем итоги. Четыре из пяти самых провальных компаний России, кроме Озона, получают огромное бюджетное финансирование или госзаказы. Миллиарды рублей уходят в никуда, но результата нет. Вот такая она экономика по-путински. Вы знаете, вот говорят, санкции не работают. Да, а вот вам пожалуйста. Но кремлевские власти, похоже, все устраивают. Ведь главное для них, чтобы эти компании оставались под контролем и выполняли прежде всего политические и военные задачи, а не экономические. Прибыль или убыток для Путина и компании – дело десятое. Вот только убытки эти ложатся на плечи всех и всех тянут на дно. А ведь все эти компании продолжали бы быть лидерами рынка, если бы не путинская агрессивная война. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...